Устилимск Устилимск – один из самых молодых и красивых городов Иркутской области. Это крупный административный, экономический и культурный центр при Ангаре. Но главное его достояние – это люди. Умные, сильные, золотыми руками, построившие это чудо среди зеленой тайги. С праздником, дорогие горожане! С праздником, любимый Устилимск! Также 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. Их профессия справедливо считается самой опасной и благородной одновременно. Эти люди умеют преодолевать собственные страхи ради благополучия и спасения других. Это мужественные, скромные герои, не думающие о подвиге, но совершающие его по первому злову о помощи. Крепкие духом, настоящие бойцы за чужую жизнь. Спасибо вам за вашу самоотверженность. Еженедельно по понедельникам в мэрии города представители оперативных служб. Начальники управления департаментов предоставляют отчет об обстановке дел в каждом из сфер жизни города. Первым с докладом выступил Александр Кузнецов, директор Центра обеспечения безопасности. Он сообщил, сколько звонков поступило от устилимцев в службу 112 о пожарах, ДТП и без вести пропавших. За прошедшую неделю в ГИБДС города поступил 951 звонок. По вопросам о ЖКХ обращались 63 раза. Зарегистрировано три пожара без погибших и пострадавших. В 16 ДТП пострадала женщина. По безнадзорным животным один звонок был. Заявляли, что одну без вести пропавшего найдено. В ковидном госпитале на сегодня находится 90 пациентов, трое из которых дети. Привитых всего 19. Амбулаторно наблюдается 333 человека, 36 детей. Скорая помощь справляется, лекарственных препаратов достаточно. О закрытых группах в садах и классах в школах рассказала начальник управления образования. Начальник департамента жилищной политики доложил о возобновлении механизированной очистки дорог города от снега в связи с потеплением. Контроль за надлежащим выполнением работ ведется ежедневный. Экстренно устраняют прорыв теплотрассы на проспекте Мира. То парение, что на проспекте Мира, это коснулось в первую очередь Дворца культуры Дружба. Вчера только ночью было подключено отопление, потому что там печаль. Стены плачут, потому что все эти прилегающие. Из-за морозов высоко не могли. Раньше выехали. Проходил капитальный ремонт, да, Елена Сергеевна, на сколько поднимали вопрос? 8 лет, 9 лет тому назад. 9 лет назад проходил капитальный ремонт, да, по себе. Да, вот это еще раз большая тревога, что все наши ремонты. Не будете скрыть от площади потом, когда мы отдельно, давайте сами поговорим. Разговаривал с представителями ТВСК, сегодня-завтра порыв будет устранен. Первый заместитель мэра по экономическим вопросам Эдуард Симонов в свою очередь сообщил о повышении тарифа на подвоз питьевой воды для жителей поселков. По результатам выполнения экономической экспертизы был установлен тариф на подвоз холодной питьевой воды для населения города Востелинске, сумма которого будет составлять 455 рублей за один кубический метр. Цена выросла на 5 рублей, то есть в связи с затратами, которыми сейчас выросли, это и ГСМ, и оплата труда, было принято решение поднять на 5 рублей. Подведены итоги ежегодного конкурса «Наш новогодний двор». Мероприятие проводится в целях организации праздничного новогоднего оформления придомовой территории жилых домов, повышения социально-творческой активности жителей города. В этот раз поступило две заявки. Организационным комитетом по проведению конкурса, в состав которого входят представители постоянно действующих исполнительных органов администрации города Устелинска, депутаты городской думы, представители общественной палаты, рассмотрели документы, предоставленные конкурсантами, и их работы. Первое место присуждено Павлову Евгению Владимировичу, улица Мечтателей 13, 15, 17, 19, ему вручена денежная премия в размере 50 тысяч рублей. Второе место у Каневских Екатерины Петровны, улица Белградская, 9, ее премировали в размере 30 тысяч рублей. 23 декабря в Краеведческом музее прошла большая научно-практическая конференция «Детско-юношеский туризм. Настоящее и будущее». Ее участниками стали представители администрации города и района, образовательных учреждений и туристских сообществ. Начальник отдела по культурно-просветительской работе Елена Утрубина отметила, детский туризм – один из массовых видов туризма и выполняет образовательную, воспитательную, оздоровительную и другие социально значимые функции. «Развитие туризма в нашем городе достаточно молодое направление, но надеемся, что очень перспективное и, в принципе, сегодня уже доказывает время, что быстро развивающееся. Сегодня мы все знаем, какая поддержка государством как раз уделяется на развитие туризма в нашей стране, как въездного, так и внутреннего. То, что детский туризм – это очень важно, говорит о том, что в 2023 году президентом Российской Федерации будет объявлен годом туризма в России. Но мы шагнули чуть-чуть, наверное, вперед. Мы в 2021 год уже в нашем городе завели как раз под эгидой детский и юношеский туризм в городе Устилимске. Поэтому, конечно же, наша с вами задача, наверное, сплотить все наши силы и двигаться в этом направлении совместно для того, чтобы решить возникающие задачи и проблемы. Мы одни, признаемся честно, не сможем это сделать. Нам необходимо это делать совместно, то есть только вместе с вами, вместе с различными ведомствами, структурами, учреждениями. Жителями города мы сможем добиться каких-либо результатов. После приветственных речей по видеосвязи подключились московские коллеги. Автор международного проекта «Великая северная экспедиция», автор исторических квестов, руководитель агентства по туризму Иркутской области. Они поделились своим опытом, рассказали о методиках, особенностях написания сценариев и создания квестов. А Тустилимска выступила директор Центра живой природы. Она рассказала об уроках биологии, экскурсиях и волонтерстве. Специалист экспозиционно-выставочной деятельности Краеведческого музея об арт-проекте «Ангелы мира». Менеджер курорта «Русь» о стилизованном музее деревянного зодчества «Илимский острог» как площадки для развития образовательного туризма. К этому проекту я пришла совершенно осознанно. Идеи рождались уже давно, поскольку, вы знаете, есть споры в нашем городе о том, что такое «Илимский острог» на территории курорта «Русь». Музей ли это вообще? В чистом виде нет. Но все, что там создавалось по технологиям русского деревянного зодчества. Ни одного гвоздя не вбитого в эти строения нашего «Илимского острога». Потом, знаете, что интересно, что проект же существует Аполловникова, и по этим чертежам создаются все объекты, которые задуманы у нас в музее. Сейчас у нас создано уже две новоугольных башни, Спасская, Часовня Казанская и Колокольня достраиваются. «Илимский острог» — это уже живая сцена, живая демонстрационная площадка или декорация для проведения вот этого исторического квеста. Доподлинно известно, что Видус Беринг дважды ночевал в «Илимске» по маршруту своей экспедиции. Но вы знаете, это лишь упоминание. Вот это вот маленькая-маленькая информация. Практически нет. И вот наш квест называется «Илимская зимовка». И мы думаем, если мы его осуществим, мы войдем по праву в масштаб, да, вот это масштабный проект Ильдара и Великой Северной экспедиции. Мы предполагаем, что мы разработаем образовательный тур». На самом деле у нас разработано уже много интересных туров. Куда можно отправиться, что посмотреть? Это природные маршруты, исторические объекты. Вся информация размещена на интернет-площадке «Изитревел», где из любой точки мира можно виртуально путешествовать и узнавать много интересного. «Пробировать нужно на наших детях. Хотя бы два тура таких осуществить на наших пастилимских детях. Они тоже не все знают о нашем городе, а об Илимском остроге наверняка знают не все, да. А многие ли знают, что Илимск был важнее Иркутска? Иркутск только потом принял такое значение. А была Илимское воеводство, потом Илимская губерния. И наш Неван, и наш Кироль, затопленные, да, они были важнее по значению. И что Сибирь была отдельно от России. Россия, Сибирь, Сибирь. Это как два государства. Именно Витус Беринг объединил, да, когда перешел через Урал. Вот именно старшеклассники готовы к работе с такой информацией. Именно им можно дать выход. А вот цель этого квеста, вы знаете, вы можете прочитать в концепции духовно-нравственного развития по ВГОСам. Она коррелирует в один-в-один. То есть мы хотим приобщить их к историческому опыту. Для чего? Для того, чтобы они осознавали ответственность, да, развивали чувство партриотизма, гордости за свою Родину. Цели и задачи на предстоящий год ясны. Участники конференции договорились существенно расширить экскурсионные программы. Еще больше вовлечь школьников в свою деятельность. В завершении встречи благодарственными письмами отметили инициативных граждан за взаимодействие. Наградили победителей конкурсов «Дива России-2021» и ученик года – создателей туристских проектов. В минувшую пятницу в картины галереи прошло открытие сразу двух выставок – «Вернисаж-2021» и «Зимнее кружево», где представлены не только красочные холсты, но и авторские игрушки, и новогодние поделки, сделанные руками у стилимцев. Выставка «Вернисаж», которая открывается у нас ежегодно, выставка, где художники нашего города выставляют работы за год уходящий, свои самые лучшие работы. Среди них как опытные художники, так и мастера, которые только начинают свой путь. И «Вернисаж» этого года примечательен тем, что на нем присутствуют дарения фонда картины галереи из частных коллекций. Это работы таких известных художников, как Погребной Анатолий Олегович, Тарасик Николай Викторович и Лаур Валерий Александрович. Художники-земляки в своих работах воспевают красоту и величие нашего края. Пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные композиции выполнены в разных техниках – масло, акварель, карандаш. Своей творческой деятельностью они формируют гордость и любовь к малой родине, выявляют новые художественные дарования. А также у нас открыла вторая выставка – это зимняя выставка с говорящим названием «Зимнее кружево». На ней представлены картины из фондов картины галереи на зимнюю тему, а также работы мастеров нашего города. Это уникальные вязаные носочки мастера Елены Патлоенко, также других мастеров – Татьяна Юларжи, Елены Панкратц и ватные игрушки Марины Волковой. Я выставила сегодня ватную игрушку по технологии 19 века. Это ватная елочная игрушка. Визуально ватная она не выглядит. Расскажите об этой технологии. Технология – клейстер, вата и медная проволока – это каркас, все. Стимулирует ли вас участие в подобных выставках, развиваться, стремиться что-то делать новое, новое? Да, меня, конечно, это стимулирует. Ну и чтобы люди видели больше мне это самоинтересно, потому что это же старая игрушка, она возрождается сейчас. Она входит в моду. Раньше же только эту игрушку и украшали елки. То есть были же артели целые, где выпускалась эта игрушка. Потом это все куда-то ушло. В 50-е годы, когда уже артели позакрывали, потому что это был ручной труд сначала, а потом это все механическое стало. То есть такая игрушка, она не может делаться механически. То есть тут каждая проработка руками должна быть. И вот и она ушла, эта игрушка. И мне хочется, чтобы люди видели и начали этим заниматься, потому что я не умею не рисовать. Абсолютно у меня отсутствует это все. Ну, это можно делать в любом, если только захотеть. И вы готовы? Главное желание. Абсолютно готовы, да. Выставка еще более месяца будет радовать устилимцев буйством красок и неповторимыми сюжетами, разнообразием игрушек и новогодним настроением. Выставки открыты с 15 декабря и до конца января 2022 года. Будем рады видеть всех на нашей выставке. Обещаем, что новогоднее настроение вам гарантировано. Приходите к нам. Алена Феоктистова, Антон Емельянов. Информационная программа «Северный город». Антон Емельянов. Информационная программа «Северный город»